Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. 9 июля в Благовещенске в городском парке пройдет интересное мероприятие, приуроченное к Дню Семьи, Любви и Верности. Проходить будет фестиваль йоги. Вот каким он будет в этом году, что приготовили организаторы, мы сегодня непосредственно у них и узнаем. У нас в студии Анастасия Тимофеева и Ксения Кузьменко. Здравствуйте! Здравствуйте! Дамы, ну фестиваль йоги – событие серьезное. Когда говорят фестиваль, понимаешь, что там должен быть какой-то масштаб. Хотя я знаю, что в Благовещенске раньше, в допандемийные времена все-таки проводили какие-то мероприятия на открытом воздухе такие. Правда же? Да, да. Вообще фестиваль йоги проводили раньше постоянно. В 2018 году мы его перенесли в Первомайский парк, потом была пандемия. И вот в 2022 году у Ксении возникла идея провести его, и она нашла меня, потому что в 2018 году это была моя ациатива. Вот поэтому мы вместе соединились и делаем такое вот классное мероприятие. Ксения, а вы как-то почувствовали по всей видимости? Как-то почувствовала? Что нужно? Самое время, да? Да, так как я люблю, ну я как бы по жизни организатор, да, и я люблю такое праздничное настроение. И я в том году еще хотела, но опять-таки было не время, да, из-за определенных моментов. И в этом был такой прям рывок, порыв. И вот я нашла Настю. То есть мне сказали, что уже такое было. Я думаю, о, почему бы не объединиться, да, и сделать как-то более интереснее, по-праздничному, ну и даже и побольше. Ну день семьи, любви и верности вы как-то изначально сразу выбрали, как вот эту точку? Да, потому что, ну, это неразрывно связано так же. То есть, ну, семья, наши ценности, они очень совпадают, поэтому... Поэтому фестиваль йоги самое правильное. Куда может семья сходить? Да, мы решили это приурочить у нас, потому что будет и для детей, детской зоны, и для взрослых. То есть ребенок будет занят. Если вы приедете с детьми, мы вашего ребенка займем. В общем, занятия найдутся для каждого. Да, вот давайте теперь, собственно, и расскажем по занятиям и по интересным направлениям, потому что указаны же, да, альтернативные практики. Я уверена, многие и не представляют, какие это вообще практики. Ксения, расскажите, как подбирали? Вообще сложно ли было найти людей, которые у нас занимаются глубоко вот этими вот практиками, и их можно собрать? На самом деле не сложно, потому что мы с Настей, в принципе, ну, в этой культуре, скажем так, крутимся, и мы примерно уже знаем, да, кто чем у нас занимается. Не сложно. То есть когда объявили, люди некоторые сами начали уже писать, и все такой, ну, как бы костяк подтянулся. Вот скажите, с 2018 года у нас сильно изменилось? Состав вот этот вот людей стало больше, которые увлекаются йогой и альтернативными практиками? Да. Намного? Да, и само слово йога, оно уже как-то более-менее сложилось, то есть раньше это было как-то очень, ну, так аккуратненько люди к этому подходили, очень осторожно. Сейчас уже и практики, и психология, и это все вошло в нашу жизнь уже настолько сильно, что никого не пугает. От медитации, в общем, от слова медитации никто еще не испугался. Это хорошо. Ну, давайте расскажем тогда про то, что здесь будет, потому что вот я по программе смотрю, там есть и практика гвоздестояния, да. Я стояла на гвоздях, честно скажу, мы даже к нам в эфир, собственно, это все приносили и показывали, но я уверена, что очень многие еще пока пугаются, ой, на гвоздях, да ну, это же больно страшно, у кого что включается, да. Вот скажите, как будете преодолевать все эти моменты, и кто еще интересный будет? У нас сильный преподаватель, у нас несколько сильных преподавателей по гвоздестоянию. Даже несколько будет, да? Да, у нас будет больше 25 досок, которые мы будем предоставлять, то есть если вы никогда этого не пробовали, хотите попробовать, это будет не так быстро, что вы такие пришли и встали. То есть это будет прям процесс, в который вас будут вводить специально человек обученный, да, то есть который занимается этим каждый день на протяжении более пяти лет. Вот, будут доски, и, соответственно, а у всех все получится. Вот такое состояние, конечно, такой гвоздь в нашей программе. Но у нас еще очень много разных будет. Ну, давайте, рассказывайте по порядку, что еще, Ксения, у вас, кстати. Смотрите, хотела дополнить, что у нас фестиваль, знаете, он фестиваль йоги, да, альтернативных практик, но мы никого не принуждаем. У нас цель просто вот прийти, да, вот и как бы своей, ну, скажем так, тусовкой, да, и людям немножко приоткрыть, да, что это безопасно, это... Кто хочет познакомиться, ради Бога, да, вставайте, знакомьтесь, вот, и гвозди в том числе, в том числе стояние, и различные медитативные практики будут. И, то есть у нас несколько зон. Зона йоги, которая будет работать, да, с 12 до 20.00, то есть там более 10 мастеров, они будут меняться по расписанию. Каждый покажет свою практику, это так называется, да, верно, в йоге, каждый покажет и уровень, то есть будет с легкого от начинающих, да, кто совсем в йоге, допустим, никогда не был, тоже сможет попробовать, ну, до более сложного. Также параллельно, рядышком, уже будут другие зоны, зоны как раз-таки медитативных практик, и чакровое дыхание, и вот гвоздистояние в том числе, и различные консультации, и ароматерапия, то есть разное направление. А консультации, давайте какие еще расскажем? Астра, астротренинг, назовем это так, такое, знаете, легкое введение. Но опять-таки, это без принуждений, если кому-то интересно откликается, без проблем, у нас будут специальные зоны, да, с пуфиками, чтобы это было так непринужденно, легко, вот, и арт-пространство тоже для взрослых и детей, то есть, ну, еще там чаши вот у Насти будут очень много. Да, цветские чаши, мы также будем постигать искусство самопознания через мечи, через фехтование. У нас тоже будет, да, вот, у нас будет и профессиональный астролог, и профессиональный энерготерапевт на площадке, и люди, в принципе, которые уже занимаются этим более 20 лет, и один из наших старейших, он вообще занимается более 40 лет. Настя, вот чаша у нас тут есть, она действительно не могла как-то не прозвучать хотя бы немного, да, и объяснить, что она вообще дает. Это виброакустический массаж, то есть, когда мы воспроизводим звук, у нас получается, что идет вибрация, идет звук, а вибрация звука очень сильно влияет на нашу клетку, на нашу клетку воды. Мы состоим на 80% из воды, поэтому все наши звуки, они, проходя через нас, они изменяют наше состояние, поэтому вот такой вот замечательный инструмент у нас есть. У нас их будет очень много, и мы будем в конце играть, и все будем расслабляться, и здесь даже не нужно никаких таких навыков, медитаций абсолютно, то есть человеку просто нужно лечь и расслабиться. И чаши сами его перенесут на тот уровень, куда ему нужно. Вот это да. Но вы сейчас, я надеюсь, тоже маленечко гармонизировались от этого звука великолепного, меня он всегда очарует, если честно. Расслабили. Очень приятно, правда. У меня вот, я не знаю, как дальше ферлисти буду, это непростая история, действительно, но люди понимают, вот, хоть на какую-то глубину всю эту историю, насколько это влияет, или относятся все-таки к этому, ну, где-то там, гадалки, ну, и вот это вот все. Или нет? Ну, сейчас это уже уходит постепенно, то есть еще, я думаю, лет пять, наверное, и, ну, к практикам, то есть они входят уже вот в сферу здоровья очень сильно, то есть если у тебя что-то происходит по твоим там финансам, по здоровью, по любым сферам, это все с помощью вот этих практик решается. Вы просто придете, найдете своего учителя, вы попробуете всех, вам не понравится здесь, вы пойдете к другому, а он не понравится там, вы попробуете вот этого преподавателя, познакомитесь с ним, возьмете его контакты и начнете дальше уже с ним работать, развиваться. Либо они попробуете, это тоже будет нормально. Ну, да, хотя бы просто посмотреть, пройти, да, чем вообще живут люди в городе, а это же большое сообщество, вы примерно хотя бы подсчитывали вообще сколько? Большое, ну, в прошлом году у нас около 150 человек было на ковриках, ну, вот в прошлый раз, в 18 лет. Это те, кто приходил? Да, это прямо в Пираминский парк, кто вот приехал, несмотря даже на дождь. Да, и все равно все состоялось. Интересно, сколько будет в этот раз, да? А, кстати, коврики, вот какие-то такие атрибуты нужно брать с собой? Если у кого-то есть, приносите, но мы также будем выдавать. То есть часть вы приготовили, да, для участников? Вообще организация, конечно, дело серьезное, интересное. Хочется надеяться, что все будет хорошо и погода как-то соблаговолит. Но если вдруг будет не то с погодой, что будете делать? Есть ли вариант? Есть вариант, да, если будет сильный дождь, то есть в пятницу, да, мы сверяем прогнозы, потому что даже сейчас смотрю, прогнозы почему-то разные. Ну, мы, конечно же, нашаманим, слово такое, ладно. Если вдруг будет сильный дождь, то перенос на воскресенье. Все то же самое по времени, только на воскресенье. По времени, по месту, но на воскресенье. Ну, думаю, чаша уже на погоду у нас не звучала сегодня достаточно, поэтому дай бог вам хорошего мероприятия в субботу. Ну и все желающие, надеюсь, кто интересуется, этим придут обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня вы смотрели программу «В центре внимания», в студии для вас работала Евгения Монакова, говорили мы про предстоящий фестиваль йоги. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин